9-летний Ярослав Чемерис футболом занимается чуть больше года, а за короткий срок успел потренироваться на разных полях. Поэтому новый крытый футбольный манеж оценивает по достоинству. Первые в истории Владивостока крытый футбольный манеж открывали торжественно, шумно и по-спортивному энергично. Во-первых, трава стала лучше в раза 4-3, и удар стал лучше, больше ничего не могу сказать. Крытых футбольных манежей во Владивостоке никогда не было, а зря. Ведь климат в Приморье не позволяет круглый год заниматься этим видом спорта на улице. Поддерживать форму на жестких площадках внутри спорткомплексов не особо получается. Вот у местного клуба «Полюс» появилась идея создать в центре города универсальную крытую площадку, которая разместилась за стадионом «Динамо». Ее основная цель – вырастить здесь юных профессионалов. Клубу помогли. Мне очень хотелось это делать так, чтобы нашим ребятам, кто живет в Владивостоке, в Приморском крае, было больше возможности проявить себя, добиться чего-то в жизни. Потому что особенно для ребят молодых спорт является одной ступенькой в жизни для того, чтобы можно было себя показать. Прямо в день открытия в манеже прошли и тренировки, и показательные игры юных футболистов «Луча» и их старших товарищей – звезд приморского футбола, когда команда находилась на пике своей славы. Любой желающий может записаться и арендовать площадку манежа для своих тренировок или спортивных мероприятий. Причем работать поля будут, как говорится, до победного. Заниматься можно будет даже ночью. «Вы знаете, честно говоря, я как отец рад, что у наших детей появилась возможность. Потому что у нас, на самом деле, была проблема у детей, у малышей, где зимой тренироваться. Потому что они тренировались, вынуждены были тренироваться в залах, совершенно по-другому работают мышцы, совершенно по-другому отскакивает мяч. И то, что появилось такое поле – это большая радость. Тем более, что одновременно проводился семинар, приезжал тренер из голландского Аякса. И для тренеров, и для футболистов это было очень полезно. И, с другой стороны, я бы хотел поблагодарить тех, кто принимал решения о строительстве, кто финансировал строительство, кто строил за то, что они реализовали эти возможности и дали возможность нам тренировать наших детей». Также Игорь Чемерис выразил надежду, что во Владивостоке, наконец, заработает механизм государственного частного партнерства, и это будет не единственный манеж в городе. Во Владивостоке должны строиться крытые стадионы для тренировок по разным спортивным направлениям, считает Игорь Чемерис. Этот проект давно и успешно реализуется в Москве, подчеркивает депутат Законодательного собрания. И во Владивостоке он имеет все права на жизнь. Светлана Садовая, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.